Дело не в церкви, это вопрос государства и взаимоотношения государства с церковью. Вот я только что был в Риме, и мы с супругой ходили по различным римским соборам, и вот я обратил внимание на одну вещь. Ну, казалось бы, католическая церковь, в которой ничего там не отнимали и прочее, но тем не менее, там в некоторых соборах вход был свободный, еще я заключил, что они принадлежат церкви, ими управляет церковь. А в некоторых соборах тоже действующие, вход был заплатан, и это значит, эта церковь принадлежит государству и функционирует как этот собор, функционирует как музей. То есть, это, но при этом там проходят и службы церковные. То есть, модель может быть и такая, и такая, и не обязательно, ну, знаете, когда начинают говорить, а вот у церкви когда-то там большевики отобрали, ну, давайте тогда возвращать, если церковь возвращаем, все, ну, давайте возвращать и десятым потомкам тех, у кого отобрали те или иные особняки, то есть, это весь центр Москвы, есть центр Санкт-Петербурга, мы отдаем этим потомкам, которые давно живут в Париже и Нью-Йорке, да? Или нет? Если нет, то почему тогда обязательно, так сказать, возвращать то, что уже давно функционирует, например, как музей, а не, так сказать, не предоставить возможности проводить там службу? Ну, например, как в московских соборах, кремлевских. Нашли же компромисс, и здесь можно найти компромисс.